Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное, полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, канал Первый Видео Авторынок теперь есть и на Routube. Ссылка будет в описании. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при выборе поддержанного автомобиля» это мегапопулярный бизнес-седан. Причем не только на российском рынке. Этот автомобиль, будучи новым, продавался огромными тиражами. Не менее популярен он и на вторичке. Рассматривать его можно не только как средство передвижения, но в какой-то степени и даже как средство инвестирования. На какие моменты стоит обращать внимание при выборе, чтобы покупка этого автомобиля сразу не огорчила большими денежными вливаниями, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Toyota Camry в 50-м кузове. Toyota Camry в 50-м кузове появилась в 2011 году, в конце 2011 года сменив на конвейере свою мегапопулярную предшественницу. В данном виде автомобиль выпускался по 2014 год, когда вместе с рестайлингом машине поменяли и кузовное обозначение. Теперь она стала называться XV55. Кроме того, и 55-ка в 2017-м также подверглась легкому фейслифтингу. Ну а выпуск модели завершился в 2018 году, когда она уступила место на конвейере своему последователю в 70-м кузове. Что касается линейки агрегатов, то на российский рынок эти машины в дорестайлинге могли поставляться с одним из трех вариантов мотора. Это 2-литровый на 148 л.с., 2,5 литра на 181 л.с. и 3,5-литровый агрегат конфигурации V6 на 277 л.с. до 2012 года. И с 2012-го налоговая ставка слегка изменилась в лучшую сторону. Мощность стала равняться 249 л.с. После рестайлинга в 2014 году младший 2-литровый мотор заменили на более современную версию на 150 л.с. Коробки передач же здесь были только автоматические. Четырехступенчатые на 2-литровой дорестайлинговой машине и шестиступенчатые на всех остальных. Ну а привод в спецификациях для российского рынка только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр это 2013 год и 2,5 литра под капотом на 181 л.с. В начале обзора пару слов по традиции скажем про кузов автомобиля, про толщину лакокрасочного покрытия, качество этого самого покрытия и про то, насколько хорошо кузов сопротивляется ржавчине. Что касается толщины лакокраски, то большинство Camry в 50-м и 55-м кузове, прошедшие через наши руки, имели разброс показаний по толщиномеру от 90 до 140 микрон, если говорить про заводскую краску. Слегка толще может быть только, пожалуй, трехцветный белый перламутр. При осмотре подобного автомобиля, как водится, обращайте внимание на равномерность разброса показаний по элементам. Что касается качества ЛКП, то на 50-ке оно достаточно нежное. И у автомобилей с большими пробегами, которые эксплуатировались не только в городе, но и по трассе, вполне могут присутствовать многочисленные сколы. Конечно, по традиционным для этого местам. Про передний бампер мы и не говорим, но кромка капота, кромка крыши, все это сколы собирает, краска царапается. В этом аспекте Camry 50 и 55 самый обычный автомобиль, не хуже и не лучше, чем многие другие одноклассники. А вот в том, что касается коррозии, 50-ку либо 55-ку нужно осматривать на самом деле с открытыми глазами. Нельзя сказать, что по сравнению с предшественником Camry 40 здесь все совсем плохо. Но, тем не менее, встречались эпизоды, когда официальный дилер перекрашивал в рамках гарантийных обязательств либо капот, либо даже крышку багажника. До таких вещей доходило. Кроме того, при осмотре автомобиля, который прибыл из регионов, где использование антигололедных реагентов поставлено на широкую ногу, обязательно осматривать и все прочие характерные места появления коррозии, а именно нижние кромки дверей, пороги, задние арки. Ну и самое главное, при осмотре 50-ки обязательно поднимите автомобиль на подъемнике и посмотрите, как себя чувствуют днища автомобиля. Конечно, сгнивших до дыр 50-ок нам еще видеть не приходилось, сказывается относительно молодой возраст этих автомобилей, но все же бдительность проявить стоит, хотя бы для того, чтобы не купить себе машину после серьезного ДТП. Что касается салона Toyota Camry в 50-м кузове, то, пожалуй, оставим споры про качество материалов, подгонки панелей и так далее для любителей подискутировать на эту тематику. А вот по части электрооборудования, бортового электрооборудования Camry 50, отличный автомобиль с точки зрения надежности. Каких-либо характерных проблем у этой машины по салону, пожалуй, трудно обозначить. Единственное, что на автомобилях ранних лет выпуска до 2013 года периодически, но не слишком часто попадалась проблема, связанная с контактной группой подрулевого шлейфа, конечным результатом которой являлась постоянно загорающаяся лампа Airbag в связи с потерей контакта, в результате которой могла возникнуть ошибка по водительской подушке и, соответственно, загореться сигнальная лампа SRS. Но, несмотря на это, на всякий пожарный, при осмотре поддержанной 50-ки проверить работоспособность всей электрики на борту все же стоит. Теперь про моторы. Что касается двигателей на дорестайлинговых автомобилях, первым и младшим по объему в линейке агрегатов был 1AZ-FE. Это двухлитровый мотор на 148 лошадиных сил, по конфигурации традиционный для большинства современных агрегатов. Это рядная четверка, алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Здесь 16-клапанная головка блока цилиндров с двумя верхними распредвалами. Есть фазовращатель, который, в общем-то, не относится к проблемным узлам. Цепной привод ГРМ и нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, которые, соответственно, нужно регулировать вручную раз где-то в 100 тысяч километров пробега. Но это по регламенту. Цепь ГРМ, кстати, не пластинчатая, как на некоторых других двигателях у прочих концернов, а вполне себе традиционная роликовая. Поэтому ресурс у этой самой цепи тоже весьма немаленький. Ранее 200 тысяч километров она, как правило, беспокоить не начинает. Нужно отметить, что подкапот Toyota Camry в 50-м кузове 1AZ-FE попал уже в своей доработанной и модернизированной версии. Для моторов под капотом этих автомобилей далеко не столь характерная, не столь частая проблема с вытягиванием шпилек, крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Здесь также была модернизирована и поршневая. В частности, поршневые кольца здесь стали более легкими и более тонкими. Как следствие, одной из возможных проблем 1AZ-FE под капотом 50-ки может стать расход масла на угар, который может появляться уже после 150 тысяч километров пробега. Поэтому при осмотре подобного автомобиля проверку на дымность желательно не пропускать. 1AZ-FE, если и подкидывает какие-либо проблемы владельцам, то, как правило, проблемы это мелкие. На подобие плавающих оборотов холостого хода, в чем может быть повинен как грязный дроссель или клапан холостого хода, так и, например, датчик массового расхода воздуха. Так же, как и на многих других агрегатах от Toyota, здесь не отличается повышенным ресурсом насос системы охлаждения. Помпа здесь могла зашуметь или начать подтекать на относительно небольших пробегах в 60-70 тысяч километров. В общем и в целом, с учетом того, что 1AZ-FE это не тот мотор, который наделяет Camry ураганной динамикой, особенно с учетом того факта, что сочетается он один-единственный с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, агрегат этот весьма надежен и при должном обслуживании он способен будет отбегать далеко за 400 тысяч километров пробега. Не хуже по надежности получилась и замена двухлитрового мотора на рестайлинговых моделях. С 2014 года 1AZ-FE из-под капота Camry исчез и здесь прописался мотор нового образца 6AR-FSE, также алюминиевая рядная четверка с цепным ГРМом, с фазовращателями. Но в отличие от 1AZ у 6AR-FSE прямой впрыск топлива, соответственно у вас есть топливный насос высокого давления и соответствующие форсунки. Соответственно мотор получился более требовательным к качеству топлива, которое вы в него заправляете. Но по части ресурса новая двухлитровая силовая установка на 150 лошадей ничуть не хуже по большому счету, чем 1AZ. Единственное, что нужно иметь в виду, что 6AR-FSE имеет систему EGR и вот как раз таки энная доля проблем с этим двигателем была связана с некорректным функционированием клапана системы, что могло приводить к нестабильной работе агрегата в целом. Но при должном уходе, если в двигатель заливается кондиционное топливо и при этом масло меняется хотя бы раз в 7-8 тысяч километров пробега, то 6AR также отработает 250-300 тысяч километров. Кстати, гидрокомпенсаторы на этом моторе есть, поэтому заниматься регулировкой зазоров владельцам рестайлинговых двухлитровых Camry уже не придется. Третья силовая установка, как в нашем случае, это 2,5-литровый 181-сильный 2AR-F-E. Все еще рядная четверка, алюминиевый блок, чугунные гильзы, два верхних распредвала. Здесь фазовращатели стоят и на впускном, и на выпускном распредвалу. Привод ГРМ все также цепной, цепь роликовая, выхаживает под 200 тысяч километров, иногда даже более. Все зависит от режима эксплуатации. И впрыск топлива обычный распределенный. Что касается каких-либо слабых мест у 2AR-F-E, то по большому счету данная силовая установка их особо-то и не имеет. Единственное, можно отметить, что на больших пробегах за 150 тысяч километров могут начать трещать при запуске на холодную муфты фазовращателей. Кто-то их меняет, ну а кто-то ездит до тех пор, пока на компьютере уже не появятся ошибки по муфтам. Причем ездить с треском этих самых муфт на холодную Toyota Camry может весьма и весьма продолжительное время. По большому счету, если 2AR-F-E и может чем-то расстроить, то все неприятности со стороны навесного оборудования. Также небольшой ресурс насоса системы охлаждения, что-то около 60 тысяч километров пробега. Дальше надо быть готовым к тому, что помпа зашумит, либо начнет подтекать. И в этом случае, конечно, придется ее менять. Ну а также ролики приводного ремня. На 2AR-F-E также есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, поэтому регулировать их здесь не нужно. А ресурс данной силовой установки при грамотном обслуживании, при своевременной замене масла и эксплуатации на топливе хорошего качества может перешагнуть и за 400 тысяч километров. Так что, по большому счету, каких-либо специальных диагностик здесь и не нужно. Нужно лишь убедиться в том, что агрегат сухой, что масло не течет ни из-под клапанной крышки, ни по лобовине двигателя, что на самом деле на 2AR-F-E встречается достаточно нечасто. И убедиться в отсутствии посторонних звуков в работе агрегата. Так что, если при осмотре автомобиля вы слышите какой-то подозрительный звук, как вам кажется, со стороны навесного оборудования, убедитесь, что это именно навесное, а не звук изнутри блока цилиндра. Ну и последний агрегат объемом 3,5 литра это V6-2GR-FE, хорошо знакомый всем по огромному количеству моделей Toyota и Lexus. V-образная шестерка с алюминиевым блоком цилиндров, чей цепной привод ГРМ демонстрирует на самом деле, что цепь может ходить очень и очень долго. И зачастую цепочка здесь выхаживает даже больше, чем таковая на 4-цилиндровых агрегатах. Здесь также есть фазовращатель на впуске, на выпуске, по большому счету с той же проблемой, что и на 2RFE. Муфты могут начать трещать на холодную, опять же проблема очень долгое время не перерастает из чисто акустического дискомфорта во что-то большее. Но в отличие от 4-цилиндровых двигателей, V-образная шестерка на камере к большим пробегам уже может иметь кое-где запотевание масла. В частности, типичное место это запотевание, либо протечка масла по лобовине двигателя, то есть крышки, прикрывающей механизм ГРМ. Также могут быть подтеки масла по уплотнительным резинкам на самих клапанах системы VVTi. Ну и, конечно, клапанные крышки, куда же без них. Причем советуем обязательно убедиться в том, что протечки масла нет по прокладке клапанной крышки именно задней головы, до которой добираются реже всего. На 50-ку этот агрегат попал в модернизированном виде. В частности, трубки маслоподачи на систему VVTi здесь цельнометаллические и каких-либо проблем с ними уже нет. В остальном 2GR, если и досаждает, то по мелочи. Катушка зажигания, которых здесь 6 индивидуальных, либо то же самое навесное оборудование. Например, помпа, которая и на 2GR тоже не отличается каким-то особо космическим ресурсом. Кстати сказать, на 50-м кузове V-образная шестерка может быть в двух вариантах мощностного исполнения. 277 лошадиных сил, если говорить про автомобили, выпущенные до 2012 года. Либо более приятные в плане налогообложения 249. С 2012 года и далее. Регулировкой клапанов на 2GR заниматься не нужно. Есть гидрокомпенсаторы. Ну а ресурс данной силовой установки, если эксплуатировать ее с умом и должным образом обслуживать, также дотянет до 400 тысяч километров пробега. Как видно, неудачных силовых установок под капотом Camry в 50-м и 55-м кузове по большому счету не было. Но все эти двигатели надежны и ресурсны ровно до того момента, как вы их хорошенько перегреете. Перегрев для данных силовых установок весьма губителен, поэтому за исправностью системы охлаждения нужно будет следить в процессе эксплуатации данного автомобиля. Что касается коробок передач, то в отличие от предшественников в 40-м кузове на 50-е и 55-е Camry механическая трансмиссия не ставилась. Здесь были только автоматы. Классическая гидромеханическая коробка. Для двигателя 1АЗ 2 литра на 148 лошадей полагалась старинная, родом из начала 2000-х, коробка с маркировкой U241Е. Это четырехступенчатая КПП. Причем по нынешним меркам эта коробка отличается прямо-таки завидной неубиваемостью. Пробег, который способна преодолеть эта трансмиссия до первого вмешательства, вплотную подбирается к отметке в полмиллиона километров. Что, конечно, не отменяет необходимости менять в коробке масло хотя бы раз в 60 тысяч пробегов. На автомобилях с двигателем 2,5 литра и на рестайлинговых после 2014 года 2-литровых Camry с мотором 6AR уже устанавливались шестиступенчатые автоматические коробки передач U760Е и U761Е. Соответственно, эти трансмиссии выхаживают до капремонта порядка 250-300 тысяч километров. И залог долгой службы данных коробок это чистота масла. Поскольку на данных трансмиссиях очень активно используется блокировка гидротрансформатора во многих режимах движения и, соответственно, продукты износа накладок этой самой блокировки попадают в масло. Впоследствии все это дело, если масло в ней не менять, приведет к тому, что начнут забиваться каналы в гидроблоке. Со временем это может привести уже к выходу из строя соленоидов и последующей их замене. Повезет, если после замены одного-двух коробка заработает исправно. При осмотре подобного автомобиля, в частности на этапе тест-драйва, обязательно обратите внимание на то, чтобы трансмиссия не пиналась и не толкалась при переключениях. Особенно это касается режимов движения при переключении, например, со второй на третью передачу. Замену масла в этих трансмиссиях желательно осуществлять почаще, раз в 50 тысяч километров. С заменой, соответственно, и фильтров тоже. В-образной шестерке на Camry в 50-м кузове же полагалась своя трансмиссия. Шестиступный гидромеханический автомат U660E. И если мощности двух и двух с половиной литровых моторов просто не хватает для того, чтобы должным образом в короткий обозримый срок приговорить трансмиссию, то вот V6 с этой задачей справляется играючи. И у отдельных особо ретивых водителей трансмиссия могла отправиться в переборку уже к 100 тысячам километров пробега. Соответственно, все, что было сказано про 760-ю серию, справедливо и для 660-й, причем вдвойне. Эти коробки не любят перегрева, светофорных гонок, а также грязного масла. Если же вам повезло найти трех с половиной литровую Camry с живой коробкой передач, то помните, что длительные сроки замены масла для этой трансмиссии, естественно, губительны. И менять его вам придется раз в 50 тысяч километров пробега, соответственно, с фильтром. Кстати, при осмотре такой Camry на подъемнике обратите внимание на то, чтобы не было течи рабочей жидкости по прокладке поддона самой коробки передач. Такое встречается. Ну, а также проконтролируйте сухость сальников приводов. Также при тест-драйве обратите внимание на отсутствие лишней вибрации при разгоне, причиной которой может быть просящийся на замену опорный подшипник длинного правого привода. Что касается подвески, у Toyota Camry в 50-м кузове, то спереди здесь MacPherson, но сзади многорычажка. Ходовка эта в первую очередь ориентирована на комфортное перемещение. Соответственно, она достаточно мягкая. Но вот что примечательно, по меркам легковых автомобилей, ресурс компонентов данной подвески просто огромен. В частности, передние и нижние шаровые опоры, которые здесь, к слову сказать, выполнены съемными, и менять их можно отдельно от рычага, способны отработать до 150-180 тысяч километров пробега. Целенблоки передних рычагов и того больше, порядка 180-200 тысяч. Передние амортизаторы ходят далеко за 120 до появления каких-либо первых симптомов в виде стуков или течей. Даже рулевые тяги и наконечники здесь способны отработать под 160-180 тысяч километров без какого-либо намека на необходимость их замены. Конечно, все очень сильно зависит от типа покрытия, на котором та или иная Camry эксплуатируется. Самый дорогой элемент любой ходовки, рулевая рейка, в данном случае электрическая. Соответственно, никаких проблем с текущими шлангами гидроусилителя в связи с отсутствием последнего здесь не будет. И максимальное неудобство, которое может вам доставить ЭУ на 50-й Camry – это легкое подвывание, когда вы будете вращать руль с большой скоростью. Но это чисто акустический дискомфорт, да и таковым его назвать можно лишь с натягом. Сама рейка весьма надежна, но при покупке автомобиля с большим пробегом, скажем, за 200 тысяч километров, не лишний будет убедиться в том, что этот узел не стучит. Самым слабым узлом передней подвески в данном случае будут традиционно являться стойкие втулки переднего стабилизатора, вот это, пожалуй, единственное, что может потребовать замены до пробега в 100 тысяч километров. Что касается задней подвески Camry, здесь многорычажка, и если что-то и просится на замену до 150 тысяч километров, то, как правило, это сайлентблоки продольных тяг. Все остальное выхаживает достаточно большие пробеги, но, соответственно, если вы смотрите автомобиль, который пробежал хорошо за 200, то целостность всех резинотехнических изделий по задней подвеске, конечно, надо проверять обязательно, равно как и амортизаторы на сухость. Также при эксплуатации Toyota Camry весьма не лишним будет взять за привычку время от времени обслуживать тормозные суппорта, дабы обеспечить им долгую работу без всяких неприятностей в виде закисающих направляшек. Ну и если на Camry, которую вы приобрели для себя, еще работает стояночный тормоз, то, соответственно, для поддержания его работоспособности желательно пользоваться им время от времени. В противном случае механизм имеет свойство закисать. Ну а теперь подытожим. Если абстрагироваться от чисто субъективного взгляда на Toyota Camry на предмет нравится-не нравится, то это действительно достаточно крепкий, надежный и, по большому счету, это простой по конструкции автомобиль. Двигатели крайне надежны, коробки передач, в общем-то, тоже в руках, аккуратного владельца, который ответственно подходит к регламентам обслуживания и замены рабочих жидкостей. А подвеска достаточно крепкая даже в том, что касается срока службы оригинальных запчастей, установленных еще на конвейер. При осмотре подобного автомобиля, конечно, в первую очередь нужно обращать внимание на кузов. Конкретно на его возможное аварийное прошлое. Обязателен осмотр снизу на предмет наличия, вернее, отсутствия ржавчины. А самый главный момент, который стоит иметь в виду, это возможное криминальное прошлое подобного автомобиля, поскольку эта машина была в лидерах не только в чартах продаж, но и в чартах угонов. Соответственно, при покупке такого автомобиля, либо вы покупаете эту машину с полным комплектом документов в месте, где вам готовы предоставить юридическую гарантию, либо по схеме, когда вы с продавцом переоформляете этот автомобиль на себя в ГИБДД. Помните, что криминальное изменение маркировки кузова, если оно выполнено со знанием дела, обыватель, как правило, визуально не выявит. Поэтому, как минимум, на сверку номеров в ГИБДД при покупке такой машины лучше показаться совместно с продавцом. На сегодня это все. Если наш обзор оказался вам чем-то полезен, понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас найти и отснять. Также, если вы владели или владеете 50-й, либо 55-й Камри, проехали на ней не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, либо в чем нас поправить, указывайте в комментариях, ведь людям, которые ищут себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. Пока!